Здравствуйте! В эфире программа «Жесть» в студии Александр Твердовский и далее о том, что случилось в городе и области сегодня, 27 июля. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В какой-то момент задержанные остались без надзора и смогли выпрыгнуть из окна третьего этажа. Молодой человек приземлился удачно и сбежал, а его сообщница разбилась. Вскоре беглеца вновь задержали, а вот женщину врачам спасти не удалось. Сейчас следователи проводят проверку по признакам статей «Превышение должностных полномочий и халатность». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Омской области подразделения МЧС приведены в режим повышенной готовности. Синоптики предупредили население об ухудшении погодных условий. Сегодня и завтра возможен штормовой ветер до 23 метров в секунду, проливной дождь, гроза и град. Непогода может спровоцировать чрезвычайные ситуации на объектах энергетики, а также подтопление участков местности. Размытые дороги могут повлечь рост количества ДТП. МЧС просит о МЧС быть осторожными и по возможности пережидать непогоду в помещениях. На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и ни в коем случае не стоять под балконами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Накануне вечером в Ленинском округе произошел пожар. Горел четырехквартирный дом на улице Воровского. На место выехали 17 бойцов МЧС. К прибытию спасателей обрушилась кровля у одной из квартир. Из очага огнеборцы вынесли 43-летнюю женщину. Пострадавшая скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу. Пожар ликвидировали за полчаса. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования. Жители Советского округа обратились в полицию с жалобой на хозяина частного дома, в котором продают контрафактный алкоголь. В домовладении на улице 1-я поселковая сотрудники УВД сделали проверочную закупку. Водочку сейчас продали, Советского округа, одну быту продали. Разрешение на продажу оттогое ничего нету, да? Ну, значит, вы совершили административное правонарушение, предусмотренное статьей 14.1, частью 1 и 2, два правонарушения. В связи с этим вам необходимо проследовать с нами, взять с собой паспорт. Вы готовы это сделать? Готово. Выходите, мы ждем на улицу. 19-летний продавец даже не удивился визиту полицейских. Его уже 10 раз привлекали к ответственности за незаконную торговлю алкоголем. При осмотре помещений сотрудники обнаружили несколько ящиков спиртного. В ходе мероприятия было изъято более 70 бутылок алкогольной продукции. Значит, материалы проверки по указанному факту были направлены на рассмотрение. Значит, мировой суд судебного участка номер 7 по адресу 1 Затонская, 24. За работу без регистрации индивидуального предпринимателя и за торговлю спиртным без лицензии частному лицу грозят штрафы 2 и 2,5 тысячи рублей. Но навряд ли такие суммы остановят водочных бизнесменов. Полицейские обращаются к мячам. Если вам известны случаи нелегальной реализации алкоголя, сообщите информацию в полицию по телефону 02. В Большей Речи осудили двух молодчиков, которые убили в местном зоопарке трех редких птиц. Напомню, в начале июня 20-летние сельчане ночью, будучи пьяными, захотели жареного мяса. Они ничего лучше не придумали, как убить в зоологическом саду пеликана, журавля и цесарку. Птицам свернули головы и только потом вспомнили, что не умеют ощипывать дичь. Тушки пернатых бросили рядом с вольером. Далее подсудимые проникли в шашлычный павильон, где украли 20 килограммов уже приготовленного мяса. Руководство зоопарка оценило ущерб в 28 тысяч рублей. Владельцы кафе понесли убытки на 13 тысяч. Оба фигуранта уже были судимы за кражи, а один из них еще и за торговлю наркотиками. Свою виду подсудимые полностью признали. В итоге за кражу группой лиц по предварительному сговору Большереченский районный суд назначил обвиняемым по одному году и два месяца лишения свободы. Кроме того, их обязали возместить ущерб зоопарку и владельцам кафе. Всю эту неделю сотрудники государственной инспекции по маломерным судам патрулируют берега РТШ. В ходе акции «Вода – безопасная территория» инспекторы выявляют нарушителей как на воде, так и на суше. Владельцы лодок грешат тем, что выходят в акваторию без документов, без бортовых номеров и без спасательных жилетов. В свою очередь отдыхающие частенько заплывают за буйки, чем подвергают свою жизнь опасности. Так, накануне неподалеку от поселка Ачиир инспекторы МЧС вытащили из реки мужчину, который звал на помощь. После спасения пострадавший рассказал, что во время купания у него свело ногу и его стало уносить течение. На этот раз катер инспекторов оказался в зоне видимости и для Амича все закончилось благополучно. Всего же на территории области работает более 500 патрульных групп, состоящих из сотрудников МЧС, полиции, аварийной спасательной службы и волонтеров. На территории Омской области у нас располагается почти полторы тысячи мест, где возможны места отдыха людей или массового выхода людей на воду. Значит, все эти места взяты на учет. Созданы более 500 групп профилактики, которые будут проводить соответствующие рейдовые мероприятия. Максимально будет охват всех этих мест, полутора тысяч. Наш телезритель Владимир Морозов стал очевидцем дорожного происшествия на улице Лукашевича. Накануне днем автомобиль Меча двигался в сторону телецентра. Неожиданно впереди в обоих направлениях оборвались провода троллейбусной линии. Что могло послужить причиной аварии, неизвестно. Возможно, один из больших грузов превысил габариты по высоте и зацепил провода. В результате происшествия люди не пострадали. Движение на этом участке оказалось сильно затруднено. Ну а я напоминаю, программа «Жесть» продолжает конкурс любительского видео. Если вы сняли интересный ролик, и мы покажем его раньше, чем он появится в соцсетях, у вас есть все шансы стать победителем месяца и получить денежный приз. И на сегодня это были все чрезвычайные новости. Если вы что-то пропустили, выпуски нашей программы всегда доступны на сайте «Антенны 7», а также в группе «Жесть» в ВКонтакте. Всего доброго, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok